В Казахстане черта бедности для назначения адресной социальной помощи будет исчисляться, исходя из величины медианного дохода. Об этом сообщила министр труда Дуисенова на правчасе в Можелисе. По оценке Всемирного банка, 15% граждан Казахстана являются бедными. Официальная статистика говорит о том, что чуть больше 5% населения проживает с доходами ниже прожиточного минимума. Такие разнополярные данные не позволяют определить точное количество тех, кто нуждается в поддержке со стороны государства, заявили депутаты. По данным ЮНИСЕФ, в Казахстане миллион детей живут в бедности. Шанс, что кто-то из этих ребят пробьется, минимальный. Вот так и формируется потерянное поколение, потому что бедность передается им по наследству, и уже выйти из этого замкнутого круга очень тяжело. Нет денег, нет еды, нет жилья, образования, достойной работы с нормальной зарплатой. Что же предлагает ЮНИСЕФ? Мы видим, что ситуация с бедностью в Казахстане остается непростой, особенно сейчас на фоне инфляции. При этом в проекты кодекса положения об АСП были перенесены почти без существенных изменений из действующего законодательства. В этой связи мы предлагаем, во-первых, установить с 1 января 2023 года размер черти бедности на уровне не менее 100% в отвеличении прожиточного минимума. Это позволит увеличить охват АСП большего числа малообеспеченных семей. Независимые экономисты полагают, что когда у граждан нет стабильных доходов, они вынуждены брать кредиты, чтобы хоть как-то перебиться. 75% всего населения старше 18 лет являются долговыми рабами у банковского сектора, либо у микрофинансовых организаций. Кредиты берутся даже на еду, которая дорожает. Рентабельность местных производителей полностью съедается моржой для банков. Знаете, вот полтора года нам, фактически, чиновники правительства и министерства, как вы знаете, были сказки Шахерезады «Тысяча однонощи», там была такая сказка про Аладина, волшебную лампу Аладина. И нам рассказывали вот про этот кодекс, какую-то волшебную книгу Аладина. Никак не отражены также вопросы прогрессирующего неравенства и бедности. Нужно понимать, что такое бедность в Казахстане, сколько у нас бедных, насколько эти оценки соотносятся с реальностью. Одно дело, если это 4,8% населения, и другое, если четверть и больше. Это совсем другая картина страны. По мнению экспертов, величина прожиточного минимума в Казахстане занижена практически в три раза. Если исходить из этих расчетов, то бедных в стране будет не 5% от населения, как рапортует официальная статистика, а все 60%. Поэтому эксперты отмечают неадекватность потребительской корзины, на основе которой и высчитывается прожиточный минимум. Основные страны ОСР, они перешли на медиамидов. Оно по сумме выше, и оно больше отражает. И они дают нам 4,9% или 5,1%, вот, например, по итогам третьего квартала. Теперь, по суммаровой карте, мы сегодня увидели. Значит, мы уже знаем, около 1 миллиона 137 тысяч – это семьи, относящиеся экстренно, то есть, которые сегодня требуют поддержки. По оценкам экономистов, нужно понимать, что нельзя построить богатую, конкурентоспособную страну с бедными гражданами. Более того, в условиях рыночной экономики вначале должны в массовом порядке появиться пусть несостоятельной, но хотя бы экономически независимой от государства граждане, а затем уже богатой. Боржанше Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.